всем привет сегодня рассказываю про композицию в интерьере и такой важный элемент композиции как масштаб все про него слышали но не все умеют им пользоваться а я расскажу и покажу как нужно это делать поехали чтобы объяснить мне что такое масштаб покажу вам две фотографии вот фотография номер один это интерьер как вы догадываетесь в котором есть диван и какой-то там декор вы смотрите на эту фотографию и наверное думаете а что здесь не так с интерьером вроде бы все чистенько и хорошо но что-то смущает а смущает именно масштаб но не все об этом знают почему посмотрите на диван он огромный это огромный диван который все любят покупать и ставят свои не очень большие комнаты угловые диваны смотрятся хорошо в огромных пространствах в больших гостиных а в таких как у большинства людей 20 может быть 25-30 квадратных метров угловые диваны всегда смотрятся большими бегемотами которые сжирают все пространство и делают его даже немножечко душным для примера фото номер два здесь вы видите комнату точно такого же размера но она смотрится гораздо свободнее и воздушнее почему потому что правильно выбран масштаб посмотрите на диван он меньшего размера он на ножках и он пропорционален тому объема куда его поставили рядом с ним кресло такие же висят картины кстати говоря молдинги на стенах все предметы в этом интерьере все куда вы не посмотрите все со масштабно тому пространству в котором выбирались эти предметы интерьера возвращаемся к фото номер один и и посмотрите на все что окружает этот диван на эти маленькие картинки на этот маленький декор они подчеркивают что диван большой мы ведь все сравниваем друг с другом что называется на контрасте если что-то маленькое то мы другое воспринимаем большим и здесь картинки маленькие и эти маленькие картинки из-за того что они маленькие диван делают еще больше увеличивает его зрительно вот так вот работает наше зрение мы все воспринимаем на контрасте все в сравнении друг с другом вот вам маленькое упражнение посмотрите на это пространство и скажите оно большое или маленькое сказать невозможно а почему а потому что оно пустое в нем ничего нет ничего такого с чем мы могли бы сравнить это самое пространство а теперь посмотрите на картинку номер два что скажете вы скажете что это какая-то огромная комната почему потому что здесь появился диван и этот диван такой маленький а комната такая большая почему она большая да потому что диван маленький а теперь посмотрите на комнату номер три вы не ошиблись это очень маленькая комната буквально коробочка почему потому что огромный диван который еле-еле влез в эту комнату и нам кажется что этот диван стоит буквально в коробочке то есть такой домик для тыквы возвращаемся к нашим интерьером интерьер номер один и интерьер номер два теперь вы понимаете почему не нужно покупать огромный диван и ставить его в маленькую комнату и наоборот почему не надо покупать маленький диван и ставить его в огромные пространства потому что нарушается масштаб а когда нарушается масштаб нарушается гармония и все конец композиции все выглядит ужасно все пропало катастрофа надо переделать вот так вот работает композиция окей с масштабом разобрались но нету ответа на вопрос а как же подбирать мебель в наши интерьеры наверное такой вопрос сидит вашей голове подсказка во-первых почитайте что такое золотое сечение это соотношение сторон и объемов и вы можете чисто математически высчитать какого размера должен быть например диван вашу комнату относительно тех ширины высоты глубины которые у вас есть ну а если говорить в общем то совет мой такой если ваша комната небольшая небольшие комнаты это но например гостиная до 25 30 квадратных метров это еще небольшая комната соответственно в такие комнаты нужно покупать мебель диваны облегченной формы что такое облегченная форма вы когда посмотрите на диван он должен быть на ножках как бы отрываясь от пола вот это вот дает ощущение облегченности потому что он как бы завис над полом но он же на ножках и мы видим что там есть пол гуляет воздух ну и все такое прочее в общем он облегченный не ничего не должно быть такого большого и визуально тяжелого то есть максимально облегчаем в этом плане советские дизайнеры которые разрабатывали мебель в советские квартиры большие молодцы потому что они делали всю эту мебель облегченной вот вспомните кресло у бабушек у родителей посмотрите на каких они ножках вот эта вся мебель она облегченная и кстати говоря не только мы это делаем сейчас в современной европе такая тенденция что пространство жилые не очень большие поэтому туда разрабатывают вот именно такую облегченную мебель а мы же все стараемся поставить диваны бегемоты которые все заслонят я понимаю это удобно это много места это мягко возможно и вообще всем хочется большой диван но если вы заморачиваетесь за внешний вид и за дизайн то подумайте все-таки над тем как правильно выбирать мебель ну а если вам повезло у вас большой зал 40 50 60 может быть метров тогда смело берите большие угловые п-образные диваны которые станут там где-нибудь посередине и будут выглядеть со масштабно тому пространство в котором они находятся но если у вас друзья все-таки остались вопросы пишите в комментариях пишите свою версию что такое масштаб давайте подискутируем на эту тему но если вы хотите научиться этому то пожалуйста приходите на курсы ну а на этом все всем пока ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал и до новых встреч живите комфортно